Уже в ноябре станут известны подрядчики работ по обустройству и содержанию зимних дорог Нарьинмар-Усинск и Нарьинмар-Тельвиска. Казенное учреждение Ненецкого округа «Централизованный стройзаказчик» объявило торги на выполнение работ. Планируется, что контракты по результатам электронных аукционов будут заключены на два года. Протяженность автозимника Нарьинмар-Усинск в этом году сократится на 16 километров. В настоящее время начались конкурсные процедуры по определению подрядчика. Как сообщили в «Централизованном стройзаказчике», итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству и содержанию зимника Нарьинмар-Усинск планируется подвести 27 ноября. Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 225 миллионов рублей – средства, предусмотренные в окружном бюджете. Согласно техническому заданию, общая протяженность трассы автозимника в течение двух предстоящих сезонов будет составлять около 55 километров и сократиться более чем на 16 километров. Как пояснили в казенном учреждении, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Нарьинмар-Усинск. Основные условия для подрядчика не изменились. Устройство зимника должно быть выполнено в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Еще один контракт на строительство и содержание зимней дороги Нарьинмар-Тельвиска также будет заключен на два года. Торги на проведение работ объявлены. Их итоги планируется подвести 6 ноября. В технической части закупки указано, что протяженность зимника в этом сезоне не изменится и составит 5,7 километров. Как и в прошлом году, его проложат по землям, отвезенным под строительство автодороги Нарьинмар-Тельвиска. Это будет временная зимняя дорога с перспективной грузонапряженностью до 50 тысяч тонн в год и расчетной интенсивностью движения до 150 автомобилей в сутки. Обустройство зимника подрядчик должен будет начать с появлением устойчивых отрицательных температур зимнего сезона, а завершить обслуживание 30 апреля следующего года. Продолжение следует...